Мы все стремимся к православным бракам, как угодно, к венчинам, чтобы дети в этом браке росли, чтобы они это передали своим детям. Но мы же несем грехи своих родителей, мы же несем всю ту историю, которая была до нас. Можно это пресечь? Да, конечно. Благодать Божия, она все преодолевает. Вот разбойник. Был всю жизнь разбойником. И в последнюю минуту, за час до смерти, он показался. Ну вот, значит, возможно. А когда вот человек говорит, ну все равно не получается, вот даже венчинные браки распадаются, ну не выходят, там характерами не сошлись, он плохой, она плохая. А все равно, по идее-то, надо же до последнего дойти, чтобы хотя бы на этом поколении прекратить вот эту цепочку. Да нет, ну какая, причем цепочка? Сто лет назад разводов не было. Только в высшем свете с разрешения государя. Понятно, не каждый мог обратиться к государю, это делалось годами, а простой народ жил и никому в голову не приходил. Что это возможно? Такая возможность даже, какая-то странная. Когда говоришь матери, когда она жалуется на сына, говорит, а ты с ним разведись. А как же так, это же сын. Я говорю, а то муж. А мы не понимаем. Да. Это что тут, муж? Детей можно сколько хочется рожать. А можно этих сдать детдом, а взять других сирот. Но муж, что он есть один. Но муж, что он есть один.